Жесткое заявление Лаврова по поводу дальнейших действий в Украине. Данилов признал, что все очень плохо и поэтому информацию надо скрывать. Но Орезников заявляет, что ситуацию могут спасти только дополнительные поставки вооружений и тех самых РСЗО. Атака на Запорожскую АЭС и Антоновский мост в Херсонской области, а также украинские власти боятся, что на подконтрольных территориях в Донецкой области люди массово будут поддерживать не Украину. И поэтому правоохранительные органы приступили к работе с населением. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. И начну я, конечно же, с громкого заявления Сергея Лаврова о ситуации в Украине. Вот эта фраза получила особо широкий резонанс в соцсетях. Глава МИД Лавров заявил, что географические задачи того, что происходит в Украине, изменились. Теперь это не только соответствующие республики, но и ряд других территорий. При этом добавил, если страны Запада будут поставлять Украине дальнобойное оружие, то эти географические задачи отодвинутся еще дальше. И тут же, в подтверждении слов Лаврова, США передает 4 РСЗО Украине, а Резников заявляет, что Украина нуждается в 50 РСЗО «Хаймарс» для остановки российского наступления, а сотня систем поможет ВСУ провести контрнаступление. Также для контрнаступления, по его словам, Украине нужны дополнительные БТР-БМТ и разведывательные беспилотники. Как вы видите, аппетиты у Резникова немалые. Соответствующие, конечно же, заявления направлены на то, чтобы показать, что правительство Зеленского, Зеленский будут продолжать сопротивление. Ну и тем самым, как вы видите, они подтверждают утверждение Лаврова, что если будут дальнобойные системы, то ареал расширится. И пока что США поставляют еще только дополнительные 4 системы РСЗО, и возможно, как утверждал Данилов, уже поставили дальнобойные ракеты. Так что заявление Лаврова не просто так. Понимают ли это Резниковы, трудно сказать, но тем не менее, скорее всего, что ожидать каких-то действительно масштабных поставок РСЗО и других видов вооружений, скорее всего, что не стоит. Ну и, кстати, как видите, как-то не очень подтверждаются слова Аристовича о том, что пару систем уже как бы там очень многое изменили. По оценкам Резникова, видите, совсем другая ситуация. Да и американские военные эксперты считают, что эти РСЗО как раз-таки будут очень эффективно уничтожаться. Кстати, обязательно подписываемся на мой телеграм-канал, там я разместил в том числе материалы по этим РСЗО и ряд других весьма интересных материалов. И, конечно же, друзья, обязательно отмечу, что сегодня был обстрелян опять Антоновский мост в Херсонской области, как раз-таки из этих систем РСЗО. Мост пока устоял, но я думаю, что, как вы понимаете, будут более активные действия и ответки со стороны российской армии. В этот же день же, в этот же день, фактически был совершен налет беспилотников на Запорожскую АЭС. Что весьма странно, согласитесь, потому что военной цели уж точно это не имеет, а вернее даже наоборот может быть опасно. Хотя, конечно же, АЭС очень хорошо защищена с точки зрения атаки каких-то беспилотников. Но, тем не менее, это очень такая вот тактика властей Зеленского, напоминающая тех ребят с черными флагами. Главное информационный шум и запугивание. Ну, а тем временем Данилов поделился своими мыслями, почему, собственно говоря, информацию нужно скрывать. Ну, потому что побед то фактически нет, а оружие как-то по ставке начинает приостанавливаться, исходя из положений на фронтах. Однако, Данилов отметил, что каждое утро руководство государства получает отчет о состоянии дел на фронте и в войсках. Однако, эта информация является на 90% закрытой для украинского общества. Он отметил, что эти данные крайне чувствительны. Их некорректное, несвоевременное и с погрешностью представление может привести к потерям в рядах ВСУ. Ну, я перевожу на нормальный язык. И еще очень тоже тревожное сообщение от правоохранительных органов на донецких территориях, которые контролируются украинскими властями. В данном случае сообщается, что правоохранители занимаются жителями Донецкой области. Как они занимаются, думаю, вы прекрасно догадываетесь. Которые не хотят эвакуироваться. Вероятно, по их мнению, некоторые из них могут поддерживать врага. Сообщил глава Донецкой, так называемой ОВА, Павел Кириленко в эфире телемарафона. А по его словам, эвакуация в регионе продолжается. Ежедневно удается вывести до 350 человек. Всего в Донецкой области остается около 340 тысяч жителей. Я думаю, этими сообщениями все сказано о поддержке режима Зеленского в ряде регионов Украины. Это касается, вероятно, не только Донецкой области. Именно поэтому и Ким усилил определенные мероприятия в Николаеве. И в ряде других регионов власти Зеленского усилили соответствующий контроль и действия СБУ. И для этого, кстати, тоже по ряду регионов Зеленский заменил СБУшников. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.